Приветствую вас! Вопрос, который вы задаете, он скорее поражает больше вопросов к вам, нежели чем ответов вам, потому что, во-первых, если вы не умеете действовать сами прямо, то как вы строили отношения с мужчинами, которые тем более старше вам? Получается, что они все время проявляли инициативу к вам, и сами вы инициативу проявлять вообще не привыкли. Это плохо, потому что иногда ее проявляют нудно, соответственно, то, что вы не умеете, нужно учиться. Дальше. Чтобы подтолкнуть к действиям, достаточно всего лишь после такого непринужденного разговора с ним пригласить его куда-нибудь посидеть в кафе или что-то в этом роде. Вас это никак не компрометирует, вас это никак не унижает и не принижает, но вы сможете увидеть отношение к себе человека, сможете понять, как он к вам относится и как он вас видит по тому, как он будет вести себя в кафе и согласится ли он вообще прийти туда с вами и так далее. Далее. То, что вы всегда строите отношения с большой разницей, говорит о том, при условии вашего возраста, говорит о том, что у вас явные проблемы в отношениях с вашим отцом. Либо вы ищете мужчин таких же, как ваш отец, либо вы пытаетесь с помощью мужчин восполнить недостаток отцовской любви, что так или иначе является не облегчающим вашу жизнь фактором. И с этим тоже нужно разбираться, потому что мужчина не может и, как правило, не хочет быть отцом для вас, а хочет быть все же именно мужчиной. И тот факт, что вы строили отношения с большой разницей, и они у вас, судя по всему, разрывались, потому что вы говорите, что боюсь, чтобы снова не исчезли в моей жизни. Такое же происходило, соответственно, вы делаете что-то не так. И последний пункт, на котором мне бы хотелось расстрелить ваше внимание, это то, что вы боитесь, что он исчезнет из вашей жизни. То есть вы боитесь чего? Остаться одной. Вы боитесь того, что, вероятно, это означает, что вы несостоятельная женщина, не можете привлечь к себе мужчину, ну и так далее. То есть нужно работать с причинами вашего страха, потому что человек, который боится, не может быть свободным в отношениях. Вот. Вот на эти моменты я рекомендую вам обратить внимание. И если будет желание, то обязательно поработать над этими аспектами. Возможно, вам потребуется регулярная терапия психоанализа, потому что, если у вас действительно проблема с отцом. Вот. Возможно, и не потребуется. Но, тем не менее, страх убрать стоит. Понять, почему вы выбираете мужчине большой разницы в возрасте, тоже стоит. И равным образом понять, почему вы не умеете действовать прямо сами. И какие у вас блоки на пути к этому, потому что это говорит о том, что у вас отсутствует образ женского поведения. Образ женского поведения такой, как вам бы нравился. Вот. Кроме того, мне бы хотелось отдельно отметить, что как вы с этим мужчиной познакомились, да. То есть, вот, вы говорите, около года назад мы начали часто сталкиваться в городе, и поэтому я обратил на него внимание, что он постоянно смотрит мне в глаза. То есть, как такового, значит, вы его, как такового, вы его не знаете. В одном был долгий период, когда вы его не видели в волсе, и сейчас, пару месяцев, как вы работаете вместе, общаетесь всего по 10 минут. То есть, во многом вам нравится не сам мужчина, не он сам, не его личность, не он как человек, а скорее как образ, который вы сами себе придумали. И поэтому разговор с ним больше, чем 10 минут, и, соответственно, время провозения, например, в кафе или в ресторане, помогло бы вам понять, кто для этого человек, которого вы видите, кто для этого человек, которого вы себе представляете, или совсем другой, и вам он не подходит. А такое очень может быть, учитывая ваш возраст и учитывая то, что вы его практически не знаете. Вот так можно ответить на ваши вопросы, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.